И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной видеоролик, который связан у нас с определенным вооружением. Сегодня у нас будет обзор нового Гауса, уже прошло более полутора месяца. После того самого нагибаторского обновления, когда появилась у нас данная пушка, уже произошел какой-то мини обновленный релиз данной пушки. И сделали какие-то определенные корректировки. И сейчас я думаю, что самое время рассказать вам про данную пушку. Рассказать, где на ней стоит лучше играть нагибать. Потому что, если вы еще не знаете, то сводку на данной пушке сейчас улучшили. То есть, играя на больших картах, периодически сводясь в противника и потом отпуская их от прицела, возвращая обратно, у вас есть довольно-таки большое количество времени. И тем самым, ваша сводка не спадает. И за счет только данного модифицирования, можно так сказать, дополнительной функции на данной пушке, вы можете спокойнейшим образом зарабатывать дополнительный опыт. Что касаемо карт, чем больше карта и чем больше пустых, я имею ввиду, зон, где нет никаких там условно домиков и прочей всякой фигни, вам будет намного проще на этих картах нагибать. И за счет этого вы сможете спокойнейшим образом реализовывать свою пушку. А именно Гаусс. Ну и конечно же, уже ни для кого не секрет, то что по сути реализовать его на Харьке намного-таки намного-таки проще, нежели вы будете играть условно на каком-то другом корпусе. Поэтому выбирайте определенно данный корпус. И если запикивать на большую карту, у вас имеется данная пушка, то вот просто возьмите, попробуйте, покатайте на данном сочном аппетитном нагибаторском вооружении. Я более чем уверен, что у вас получится показать очень достойный результат. Ну а сегодня я для вас подготовил парочку таких вот интересных каточек. Это безусловно большие катки и... Вернее, даже не катки, а именно карты, на которых у меня получилось довольно-таки круто сыграть. Я не подбирал бои, я не перепикивал довольно большое количество раз. Я с первого раза запикивал вот на такие карты. И по сути в матчмейкинге сейчас довольно-таки часто бросают на такие карты, как бойня, на обрез, на стадион, на всех этих картах. Еще можно перечислить большое количество. Тот же даже новый перекресток, тот же новый архипелаг. На всех этих картах гаусс является довольно-таки достойной пушкой, на которой спокойно можно набирать большое количество опыта за счет харька, дополнительно зарабатывать еще опыт за счет ваншотов, потому что любой ваш выстрел со сводкой на гауссе, это ваншот с овердрайвом. Да, без овердрайва бывают моменты, когда вы не можете слить противника, но когда у вас имеется овердрайв, то 90% ваших выстрелов при сводке будет 100% уничтожением вашего танка. Не знаю, тавтология какая-то получилась, но надеюсь, вы поняли мою мысль. Также я хотел бы сказать то, что сейчас имеются определенные плюсы данной пушки. Да, если бы добавили ей бы еще дополнительного урона, то я более чем уверен, что на ней бы играли просто абсолютно все, и резистов в катках было бы намного-таки, намного-таки больше, но до сих пор, после уже где-то полутора, может даже двух месяцев после выхода данной пушки, резистов от нее практически нет. Зачастую в матчмейкинге бывает, попадается один резист, максимум два, но чтобы там было 3-4 резиста от данной пушки, такого просто не происходит. И это довольно-таки круто, то, что вы спокойнейшим образом можете взять такую пушку, зажать постоянно пробел, да, вам не надо отпускать пробел, вы можете его держать постоянно на сводке, не стрелять вообще одиночными выстрелами. Я, честно, вам советую делать именно так, потому что многие ребята, когда играют на Гауссе, я видел, что они пытаются зачем-то стрелять постоянно одиночными выстрелами. Одиночными выстрелами можно стрелять, например, по Харьку, который подъезжает к вам в упор, дабы не получить большого сплэша. Но если у вас имеется расстояние, то обязательно всегда начинайте сводиться на данной пушке и просто держите пробел зажатым. Если вдруг вам понадобится при приближении противника просто его уничтожить, то вы сможете спокойнейшим образом отжать, например, пробел, быстро его слить и продолжить также держать пробел и уничтожать. То есть по механике на Гауссе сейчас примерно нужно делать всё то же самое, что нужно делать на Магнуме. То есть зажимаете пробел, выстреливаете максималочку, например, на Магнуме, да, и за счёт этого быстро имеете перезарядку своего вооружения. То есть, а здесь вы просто зажимаете пробел и за счёт этого постоянно можете сводиться в противника. Ну а что касаемо овердрайва, вот как вот, например, вы видите сейчас, ну это настолько просто, что занимая вот такую вот, например, левую позицию на бойне, вы можете постоянно контролить всех противников. И если бы сейчас бы, условно говоря, бы их не сливали бы, я бы постоянно бы их сливал и спокойнейшим образом зарабатывал бы дополнительный опыт. Но даже при тех раскладах, когда у вас имеется довольно-таки неплохая команда, которая также зарабатывает неплохое количество опыта, уничтожает противника, вы всё равно на коне, вы всё равно в плюсе. И при любом таком раскладе вы всё равно будете занимать, ну, если не первое, то второе место, я не знаю, там, что нужно сделать, чтобы не входить в топе на данном супернагибаторском вооружении. То есть, если у вас имеется данное вооружение, имеется Хорнет, имеется Гаусс, имеется Овердрайв на... Вернее, не Овердрайв, имеется прокаченное вооружение на определённом вашем звании, да, может быть, это М2 фулл прокаченное вооружение там на каких-нибудь полковниках, может быть, это М1 вооружение на каких-то Уоррентах, до М2 именно-таки качано. Оно также будет нагибать. И, если честно, я, конечно же, сейчас ещё не тестировал, нигде не покупал Гаусса на Мальках, но я на 100% уверен, что данное вооружение будет и там нагибать. То есть, грубо говоря, сейчас баланс примерно таков, что если пушки нагибают на основных серверах, ну, я имею в виду на максимальных званиях, легенды, маршалы, там, ну, грубо говоря, это тот самый диапазон, в который вас будет забрасывать спокойнейшим образом, если нагибает пушка, значит, в этом диапазоне, даже в любой другой модификации, будет ваша пушка именно-таки нагибать. Ну, а что касаемо первой карты, она уже заканчивается, и это успешная победа на бойне за ДФ64. Сейчас у нас очка против 10, два флага противник поставил, и я спокойнейшим образом заработал себе первое место, получил почти двойной отрыв в катке, и это было довольно-таки достойно. Что касаемо второй катки, то здесь получилось заработать еще больше опыта, и я специально подобрал сегодня небольшое количество каток, дабы не затягивать весь этот процесс, чтобы у вас тоже было какое-то особое представление, чтобы вы также посмотрели, потестировали, но что касаемо режимов, здесь вообще абсолютно без разницы, в каком режиме вы будете играть на данном вооружении, все зависит целиком и полностью от карты. То есть, если карта позволяет вам постоянно держать расстояние, и за счет этого сводить противника, то вы всегда будете на коне, и всегда будете зарабатывать большое количество опыта, без особых на то проблем. Поэтому, в общем и целом, вы можете считать данное вооружение определенной имбой, но я повторюсь, что сейчас у нас в игре на харьке каждая вторая пушка будет имбой, если вы будете правильно играть на ней, и держать ту определенную позицию, потому что примерный баланс вооружения сейчас равный, а это значит, что даже взяв, грубо говоря, на харьке того же сейчас грома, страйкера, рельсу, и занимая на какой-то определенной карте, либо под определенный формат, любая из этих пушек будет нагибать. Только вам нужно делать правильные вещи, и за счет данных правильных вещей вы будете зарабатывать те самые звезды, тот самый опыт, который в конечном итоге даст вам и также большое количество кристаллов за определенные катки, поэтому этот видеоролик лишь обучающий, можно в какой-то, так сказать, степени, и видеоролик, который способствует вам, чтобы вы чуть-чуть больше и более правильно, наверное, смотрели на данное вооружение и могли его реализовывать на максимум, да. Я в последнее время тестирую довольно-таки большое количество вооружений, всяких разных, и не только это все связано с Харьком, но все равно зачастую все заканчивается именно данным корпусом, потому что сейчас, ну, не сказать, что он лютейший имба, и этот овердрайв, за счет которого можно зарабатывать просто колоссально большое количество опыта, ну, это сказать ничего. Он реально нагибает, и я не знаю, что должны сделать сейчас прямо-таки с Харьком, наверное, там понерфить сильно время, тогда, может быть, он не будет нагибать, но сейчас данный овердрайв реально способствует к набору большого количества опыта, потому что он и отключает Титана Купол, и спокойнейшим образом убирает броню противника, ну, то есть резист также не чувствуется при овердрайве, но это чересчур жесткая имба, когда даже у вас имеется 20 секунд, грубо говоря, раньше было 30, сейчас стало 20, перезарядка довольно-таки быстрая, и проблем вообще при игре с данным овердрайвом вообще никаких нет, и спокойнейшим образом у вас получается нагибать, давайте сейчас немножечко переместимся уже в данную катку, вроде все, как я хотел, уже рассказал, определенно это то вооружение, если у вас его нету, то задумайтесь, ребят, определенно задумайтесь, возможно, вам хочется поиграть на чем-то новом, что-то имбовом, и Гаусс это реально то вооружение, на котором можно спокойно зайти, вот, например, на какую-нибудь катку, не переться жестко в атаку, а просто с расстояния накидывать урон, спокойно чилить, и при этом зарабатывать большое количество опыта, тем самым зарабатывать звезды, и поднимать хорошие кристаллы. Ну, а что касаемо данного боя, три с половиной минуты уже у нас осталось до конца, довольно-таки такая курьезная какая-то каточка у нас здесь получалась, не особо получалось заходить на вражескую базу, да и не сказать, что я особо как-то тянулся к этой базе, хотел как-то быстро увести флаг, но понимая, что до конца уже осталось не такое большое количество времени, я уже думал, как я сейчас буду заходить, как я буду дергать, и, наверное-таки, в таких ситуациях надо четко понимать, когда зайти, когда слить противника, и когда будет тот самый момент, когда вы можете даже на гауссе, на той самой пушке, которая у вас имеется, сплэш-урон, можете зайти и ворваться. Отличные выстрелы, когда противник стоит в определенной зоне, вот сейчас, например, три танка ушло на респ, и в такие моменты определенно нужно понимать, что ты уничтожаешь противника, можно ворваться, можно подстраховать тиммейта, можно также самому зайти попробовать дернуть, да, либо же просто вот так вот заезжать, накидывать тот самый большой колоссальный урон, а потом уже при чистой базе, просто пробовать увозить, когда у тебя счет 0-0, две минуты до конца, и тебе нужно принимать это быстрое решение, дабы выиграть катку, и здесь у меня получается это сделать, получается увезти, и, к слову, это первая доставка, да, вот так вот, не сказать, что даже сложно это получилось, немножко постоял, пореспил противника, реализовал свой овердрайв, потом зашел на базу, которая уже была полупустая, потому что противник пошел в контратаку, и спокойненьшим образом в этот тайминг уже выдернул флаг, потому что в таких боях на CTF режиме, безусловно, тебе нужно ловить определенный тайминг с харьком, дабы реализовывать не только свое вооружение, но и вытягивать саму катку, потому что, ну, играть в ничью, и надеяться на то, что там, условно говоря, тебя никто не обгонит, и отдавать какой-то большой процент кристаллов противнику, но это как-то такое себе, поэтому стоит уже и увести, и немножко под напречью базу противника, возможно, тиммейты начнут играть более грамотно, но что касаемо данной катки, то здесь просто ловились какие-то определенно хорошие, грамотные тайминги, плюс довольно-таки частый подбор овердрайва по центру, также реализация овердрайва на большое количество противников, кучу такие выстрелы смачные прилетают, что, ну, я не знаю, вот после таких каток играть на Гауссе очень приятно, и хочется постоянно реализовывать данное вооружение, и когда ты понимаешь, что оно реально так круто заходит, снимать эту пушку точно не хочется, но имеются, конечно, и минусы данного вооружения, если, например, на вас начинает кто-то жестко играть, да, в данных двух боях не было таких моментов, когда меня жестко хотел кто-то респить, но когда происходят такие вот курьезные моменты, да, это, в принципе, касается любого вооружения, если на вас кто-то начинает сильно играть, вы в любом раскладе не будете в такой вот плюсовой ситуации для себя. Ну, а катка у нас подходит к концу, 25 секунд у нас до конца остается, это также отличнейший бой, на котором у меня получилось забрать первое место, если не ошибаюсь, то здесь более 600 опыта у нас было заработано. Что бы я вам хотел сказать, ребят, если у вас есть гаусс, и вы сейчас по каким-то причинам на нем не играете, попробуйте порезовывать его именно так, как я показал в данном видеоролике, и, конечно же, я более чем уверен, что у вас спокойнейшим образом получится его вот так вот реализовать и использовать именно таки его сильную сторону. Вот такой вот видеоролик у нас, ребят, сегодня получился, если вам понравилось, то обязательно не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые ролики, ну и также, ребят, не забывайте писать в комментариях, если подобного рода видеоролики вам нравятся, то я буду пытаться снимать их довольно-таки часто, какие-то новые имбы находить, рассказывать про какие-то вооружения, которые можно более правильно реализовывать, поэтому ваша поддержка в этом плане очень мне помогает. Спасибо, ребят, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.